А-а-а! Рассказила бегемоты! А-а-а! Обезьяну кашелоты! А-а-а! И зеленый попугай! Самыми популярными экзотическими животными у нас являются хорьки и шиншиллы. Их очень легко приучить и к месту, и к лотку. На втором месте игуаны и хамелеоны. Они хоть и отличаются спокойным нравом, но все же требуют особого ухода. Всем хочется, чтобы приходили гости, любовались. Игуаны не светский персонаж. Более того, игуана, как, наверное, любая рептилия, это такое животное, что ли, для мизантропа. Никакие гости. Ну вы что, это безумие. Они очень... Вот его семья – это его стая, а все остальное – это чужое. В природе нет светских тусовок, там чужих убивают. Не менее популярны у нас пауки, хотя и не каждый решится с ними на близкий контакт. Вот и Эдгар две недели наблюдал за большим пауком, поселившимся за окном рабочего кабинета. Он оценил его неприхотливость и самостоятельность. А потом пошел и купил паука-птицееда Аркадия. Он очень редко ест. То есть он не требует какого-то там кардинального ухода. Я его поставил, да, я ему кинул еды, я его не кормлю там ни с пинцета, ни с чего. То есть я его заставляю самого охотиться. Поэтому я его только снабжаю едой, вон он, в принципе, находится там. Когда нужно его покормить, я выпускаю одного из них, и он сам охотится, сам убивает его. То есть он самодостаточный паук, на самом деле он малоподвижен, но он любит музыку у меня. Под ритмичную музыку он начинает гулять по всему террорию. Пауки без вреда для здоровья могут отказываться от пищи на длительное время и больше года пить только одну воду. Но это исключение, так как остальные экзотические животные весьма привередливы в выборе еды и жилья. Вот когда я пошутила в магазине, что давайте я у вас каймана куплю, меня тут же совершенно серьезно без всяких шуток спросили, а какая у вас жилплощадь, а можете ли вы построить в дворе бассейн, или может у вас есть, а дайте справку о наличии у вас вот такой подходящей для этого животного недвижимости. Потому что это же, ну, игуана охраняется ЮНЕСКО. Та же игуана, тот же хамелеон, еще кто-то, да. Крокодил, конечно, большой и страшный, но на маленьких и не страшных тоже нужно обязательно это контролировать, потому что люди берут игрушку себе, а что потом с ней делать, они не знают. Даже легально купить змею или крокодила в Латвии нельзя уже два года. Нельзя также кормить их другими живыми теплокровными животными. Это регламентирует закон о защите животных. Однако закон не запрещает приобретать питомцев в других странах, где торговля ими не запрещена. Нужно лишь оформить документы, подтверждающие законность приобретения экзотики. Да, есть какие-то разновидности, которые тоже кормятся живым, но эти тоже не продаются из-за этого же закона, потому что те, которые кушают вот эти мыши, их нельзя продавать. И, в принципе, если где-то человек его достает, это уже нелегально. Экзотические животные, такие как игуаны, хамелеоны, гекконы, змеи и даже попугаи, все очень разные. Но если на них есть лицензия, то продавать их разрешено. Без документов дома животных держать нельзя, и в этом случае они могут быть конфискованы. Экзотика часто становится живой контрабандой на любой вкус и кошелек. В мире по прибыльности торговля животными занимает второе место после торговли наркотиками. Такой нелегальный товар зачастую гибнет в пути, но потери окупаются. Моды на экзотику приносят контрабандистам миллионы. Радует то, что Латвия в этом вопросе положительно отличается от мировых тенденций. В нашу страну подпольно импортируют только змей и ящеров. Возят немного. Мы сталкиваемся с частными лицами, которые дома держат змей без лицензии. Животные попали к ним неизвестным путем, можно сказать, контрабандой. Она в основном приходит из европейских стран, например, Польши и Чехии. Соответственно, такой привоз контролировать труднее, но без документов змей товар нелегальный, поэтому мы их конфискуем. Однако никакие документы не оградят питомца от самого хозяина. Ведь некоторые животные покупают из-за одиночества, как модную игрушку или же с целью получить доход от разведения. И питомцы сбегают. Самый яркий пример – это нильский крокодил, который волойно сбежал от хозяина. Время от времени сбегают и кукурузные змей. Правда, ядовитыми они не являются, поэтому не совсем относятся к экзотическим животным. Но в основном сбегают змеи, игуаны и хамелеоны. Если не можете обеспечить условия содержания, общение, ответственность, хотите делать это такой фишкой для гостей – не берите. Не берите, будут неприятности. В наше время на поводке можно увидеть не только собаку. Выдры, скунсы, лисы, карликовые свинки и даже бегемотики скрашивают жизнь человека. Но нельзя забывать, что у экзотического питомца есть свои экзотические потребности.